Однажды, когда был совсем маленький, я проснулся слепым. Я не испугался, а просто стал трогать возле себя. И вдруг обо что-то сильно-сильно порезался. Мне было очень больно и обидно. Я стал тихонечко звать. Мама, мама. Потом громче. Мама, мама. А мама была далеко, но она меня услышала и прибежала. А в руках у нее таз с кипящим вареньем. Только с огня сняла. Она подошла ко мне и сразу поняла, в чем дело. Поскольку руки у нее были заняты, она наклонилась надо мной и стала выкусывать бельма у меня на глазах. Но у нее ничего не получалось. Она ниже наклонилась. Еще ниже. И вдруг таз накренился, и мама пролила мне на ножки варенье. Я закричал от боли. Громко-громко. И прозрел. Хлебников наш учебник. Собор, трава, лечебных. Только нас не любили. Очителя убили. Мы, дети, собираем жуков. Глядя, дядя Хлебникова, мы к нему ручьи. Велимир, а он молчит. Будьте людьми. Однажды, в восемьдесят первом году, когда я был студентом, я любил эту девушку. Меня очень волновал ее запах. Я все время хотел быть рядом с ней. Как-то раз я был у нее дома, а родители как раз смотрели телевизор в другой комнате. Я сидел и ждал ее. И тут она вошла ко мне, голенькая. Наверное, хотела, чтобы я удивился, какая она. А я в этот момент ослеп. Я тогда часто терял зрение, иногда несколько раз в один день. Я чувствовал ее запах, знал, что она рядом, но не знал, где точно. Я сидел на краю дивана и стал обнимать воздух возле себе. Просто так, наугад, чтобы ее не обидеть. А она на меня крепко обиделась. Подумала, что я дурачок. И полюбила другого юношу, у которого глаза были на своем месте. А я только вышел от нее, прозрел. Иду по улице. А дело было весной. Вижу на дорожке отломанная ветка. Красивая-красивая ветка, полная цветов и листьев. Я только подумал. Тоже одинокая ветка. А какая красивая. Как девушка. А ветка и говорит. А я и есть девушка, только заколдована. Если ты меня поцелуешь, я стану твоей женой. Я и стал целовать ее в цветочке. А она потом и говорит. Сколько раз ты меня поцеловал, столько у нас будет, милых деток. А я не помню, сколько раз я поцеловал. Два, три, а может четыре. Два, три, а может четыре. В шерсти горячей прячет. Виноградная сырая дочь, как сердце прячет. А на вес на чье платье Талоя стака не плавала небесном, Как плакала душа в саду чудесном. В широкой мысленной ночи Под молнией пастушке. Меня мечанью научи И вольности послушной, Чтоб играл виноград По хамам, как дальний. Гром, где крови, как шерсти, Вопит, да, бессонный словарь спит, да. В шире скула идет И вмерзает душа влет. Ты говоришь, а волосы твои мне Говорят как легкие шары, Что по сердцу как Первенцы летят, как Царь восклицает, Танцует и целует Виноград. Что две из трех околицы Благовестуют и приветственно горят. Весна как хлипкое ребро, Как лодка с лоховым плечом Врезается в песок мычанья, В плач и жалобу захлеб, Удочерили, чтобы укрыли И теплое питье Как милости поднесли. Мишенька, я так рад, что ты нашел меня. Мне так много надо тебе рассказать. Однажды меня на улице кто-то сглазил. По крайней мере, так мне этот случай потом объяснили. Я вернулся домой и лег спать. Ночью у меня случился жар. Я проснулся от страшного зуда во всем теле. Оказалось, что я весь покрыт ужасными волдырями, Которые с каждой минуты становились все больше. Волдырей были десятки, причем выскочили они В самых неожиданных местах. Они были везде. На пятках, в паху, на шее, на спине, на щеках И даже на мучках ушей. Я боялся до них дотронуться, потому что чувствовал, Как под тонкой кожицей пошевеливаются гнойники. Я тогда снимал квартиру без телефона. У меня оставался один выход. Я бросился к входной двери, чтобы хотя бы крикнуть о помощи. Но видно, от резкого движения Вдруг начали лопаться мои гнойники. Я упал в обморок. Но сначала я освет, отхлынувшего на меня немыслимого света. Когда я очнулся, я сразу все понял. Я понял, что я прозрел. Что у меня открылись глаза. Десятки глаз. Да, это были не волдыри. Это были глаза. Все тело мое стало зрячим. Я видел всем телом. Я видел все, что происходит за стенами. Надо мной и подо мной. Я наблюдал движение мельчайших частиц пыли. Эти глаза видели все. И самое главное, я мгновенно усваивал это невероятное обилие информации. И я просто чувствовал, как расширяется мое сознание. Я был абсолютно счастлив. Я понял, что я не хочу летать. Я больше не хочу иметь женщину. Не хочу быть знаменитым поэтом. Больше я не хочу ничего. У меня есть все. Я вижу. В таком состоянии я прожил несколько дней. И вот однажды я вспомнил о каком-то пустяке. По-моему, мне надо было сделать звонок по телефону. Я решительно направился к двери. И уже на пороге я опомнился. Ведь я был совершенно голым. Причем эти бесчисленные глаза. Кого угодно мог смутить такой вид. Я вернулся в комнату. Я сперва надел трусы, потом майку, потом брюки, носки, рубашку, куртку. Все равно оставались открыты участки тела, где моргали эти невозможные глаза. Я одел перчатки, нахлобучил ушанку, замотал шею шарфом. И будь что будет шагнул к двери. И снова упал в обморок. Случилось что-то вроде удушья. Ведь со мной это было впервые такое обилие глаз. Я закупорил все свои глаза, а значит перекрыл кислород. Шаг к двери – это последнее, что я помню. Дальше была больница, бесконечная капельница, перевязки, какой-то дурацкий диагноз. В результате никто ничего не понял, и я вернулся к обычной жизни. В общем-то, все как бы вернулось на круги своя. Но с тех пор я не могу смотреть на себя в зеркало. Вообще не могу смотреть на обнаженное человеческое тело. Мне кажется, что не я на него смотрю, а оно на меня. И видит меня насквозь. Видит, что я предатель. Я проснулся в походном лесу, И деревья себе на войну. И деревьям я строго сказал, Они мне ответили. Ну, я зубами вгрызался, В кору я стучался, В стволы головой. Они все печатали шаг свой, Задумчивый шаг строевой. И, 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 сказал я пичугам, А, лесным, что на гнездах, А, сидят, и, 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 сидят по чему все, Идут, и, и, идут, и никто не вернется назад. Ну, сказали пичуги, В ответ мы на гнездах, А, идем, а, на войну ничего в этом, А, странного, а, нет, а, в этом, А, странном, а, задумчивом, а, Ну, я проснулся в холодном, А, потух в человечьем, А, горячем, а, Дому ты плыла у меня на плече, Я про ну не сказал никому. Однажды я наткнулся на издыхающую собаку. Ее переехала машина. Собака смотрела на меня. Я наклонился над ней и прошептал, Я очень хочу тебя любить, Но ты так изувечена, Твои внутренности разбросаны по всей улице, Я боюсь ослепнуть от отвращения. Собака сказала, А ты смотри мне в глаза, И ты больше ничего не увидишь, Ты больше никогда не ослепнешь, Потому что мои глаза – это твои глаза, Те глаза, которыми ты смотрел на голую студентку, Глаза – полная слез и благодарности. Давай себя развеселим, Пойдем гулять в Ярусалима, Ты будешь ехать на осляти, А я глядеть в окошко сзади, Галдеть и злить ходою смерть, Песать и петь пред ней, как с ней. Пускай вопит и ненавидит, Как слива лапнет и ослепнет, И не обидит и не увидит, Как детвора растет и крепнет, Как со двора пойдет гурьбою в Ярусалима, А нам с тобою из-под земли Из самой ямы На них глядеть глазами мамы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok